Следует знать, что человек должен жить по солнечным часам, обязательно учиться правилам вот этой жизни, иначе здоровья не будет, потому что если ты не синхронизируешься с природой, то тогда ты против нее живешь. Вот, например, ты если не спишь ночью, то мало того, что днем ты не выспишься, потому что солнце будет тебе мешать спать, ты еще ночью себе и разрушишь здоровье. Ну, то есть, если ты против, вопреки природе пошел, ты будешь, наоборот, гаснуть, а не наполняться, понимаете? Нажрался ночью, будет хуже, а не лучше. Лучше потерпи, не поешь вот с утра. Но есть исключения, например, мы когда на поезде садимся ехать, на поезде, вот сейчас, завтра я после лекции сразу удеру от вас, и мы поедем на поезде в следующий город, в Уфу. И мы обязательно перед дорогой кушаем, потому что когда человек трясет, едет на поезде, ему надо, чтобы он был сытым. Но все равно лучше кушать легкую пищу, не зерно там, не тяжелую какую-то пищу, а легкую. Если человек хочет полюбить Бога и хочет духовного счастья, прогресса, победы над судьбой, тогда он постится в религиозные праздники, своей вере. А также следует знать, что человек никогда не должен, ни при каких обстоятельствах, предавать свою семью и разрушать ее, предавать свою веру и менять ее, предавать свою родину, предавать старших. Потому что это всегда приводит к разрушению его судьбы. ПЕСНЯ За солнцем означает режим дня, а также означает за Богом, потому что это аллегория. Веда объясняет, что Бог это как солнце, а искорка душевная, мы как искра. Это так и выглядит, мы как искра. Мы маленькая искра, живущая вот здесь, прямо посредине груди. Маленькая искра, я это маленькая искра. Я видел это чувство, ну как бы мне Бог дал возможность один раз посмотреть. Чуть-чуть. Я маленькая искра вечная, маленькая искра. Я не видел так уж прям сильно, но чуть-чуть видел. Вот. Когда искра летит к своим заботам, делам, а в храм не хочет ходить, потому что некогда, молиться не хочет некогда, она гаснет. И у ней все силы теряются, и в результате дела все разрушаются. Когда искра не хочет лететь к природе, не хочет к людям, дарить им счастье, говорит, некогда, у меня работа, тогда она гаснет. В своих заботах душа гаснет. А когда она разворачивается вспять, потому что тянет с заботами все время, она разворачивается вспять так. И к солнцу. Никто так не летит, никакая искра к солнцу летит. Все говорят, ты что, дурак, что ли? Это же секта, к солнцу лететь. Рано вставать, это секта. Не пить, это секта. Мясо не есть, это секта. Желать всем счастья, это секта. Прощать, это секта. Уходи от него, гада. Все это секта, понимаете? И даже если ты веру свою не меняешь, а так же, все равно это секта. Потому что ты к солнцу начал лететь, стал не так, как все. Иисус Христос об этом говорил, Он говорит, не поймут вас люди. Он говорит, не поймут, когда вы ко мне пойдете, никто не поймет. Хотя все говорят, что мы верующие, но когда вы поймете, пойдете ко мне, никто вас не поймет. Все будут осуждать. А вы идите все равно к солнцу, радуйтесь, желайте всем счастья. Живите как правильно. Допустим, вы едете в трамвае. Если человек анекдот там пошлый расскажет, все улыбаются. А если он скажет, я желаю всем счастья. Все подумают, вот сумасшедший. Может даже психушку вызовет, если несколько раз повторит. Поэтому желайте про себя. Не надо вслух. Не беспокойте людей. Молитесь тоже в автобусах про себя. Не надо громко молиться, чтобы люди не пугались. Им же страшно, чтобы к солнцу полетели. Когда искорка летит к солнцу, она разгорается, становится ярче. Жизнь становится счастливее и счастливее. И как это разгорание вообще происходит? Первая стадия, когда искорка к солнцу пошла, сначала улучшается у человека режим дня и здоровья. Потом дальше у него появляются силы поменять свое питание. Он начинает питаться чистой пищей, без насилия. Потом дальше у человека появляются другие друзья. Он меняет окружение. Следующий этап у него меняется работа. Появляется лучше работа или отношение к работе. Следующий этап улучшаются отношения в семье, с близкими родственниками. Следующий этап улучшается отношение с детьми. Следующий этап улучшается отношение с родителем. На последнем этапе побед над судьбой у него улучшаются отношения с самим собой. И он начинает чувствовать чистоту внутри себя, такой человек. Но даже на первом этапе, когда человек чуть-чуть к солнцу полетел, то у него появляется способность дарить счастье другим, и он должен обязательно на этом этапе это делать, потому что, чтобы дарить счастье другим, нужны силы. Дарить счастье, у него нет сил, он не может счастья, улыбаться не может, всем счастья желать не может, потому что он слаб. И это значит, что он идет в штопор, в штопор идет, знаете, есть мертвая петля, да, самолет идет, так, в штопор, раз, и он не может потом взлететь, а иногда он выходит из этой петли, и штопор, это называется мертвая петля, вышел, то есть выжил, понимаете, человек. Вот он не может желать всем счастья, он заставил себя, сделал мертвую петлю. Когда человек начинает режим дня за солнцем следом идти, режим дня соблюдать, за Богом идти, то есть к Богу стремиться в жизни, в храм ходить, в своей вере, ничего не меняя, начинает молитву читать с верующими своей духовной традицией вместе, с ними старается, потому что ему нужна помощь. Он опирается на тех, кто молится, а не на себя. Не верьте себе сначала, не думайте, что вы сами можете молиться. Одна женщина говорит, Олег Геннадьевич, три года молилась, сыну не помогло. Я говорю, о чем вы думали? Она говорит, конечно, о сыне. Я говорю, а конечно, о Боге надо было в это время думать, а не о сыне. Она говорит, я не могу, ему плохо. Я ей говорю, надо слушать тех, кто молится, вместе с ними молиться и отвлечься от сына, и тогда ему поможет. А что же я три года потерял, значит потеряла. Учитесь делать все правильно.